Приветствую всех, дорогие друзья, у меня на канале. Сегодня в этом видео я хочу поговорить с Сергеем Жирновым. Я ранее снимал с ним интервью. Это бывший сотрудник КГБ в статусе разведчика-нелегала, который работал на Западе. И очень много вопросов поступило относительно его деятельности. И в этом видео я хочу сегодня продолжить с ним говорить. А тем временем, если вы еще не подписались на мой канал, а также на канал Сергея Жирнова, обязательно подписывайтесь. Ссылочка на канал внизу в описании под этим видео. Скажите, пожалуйста, распространяется ли на вас закон о государственной тайне Российской Федерации? Насколько я знаю, бывшие сотрудники спецслужб, они обязаны, согласно законодательству Российской Федерации, держать язык за зубами. Вот меня интересует этот момент, потому что я слышал, что вы писали книгу, что на вас охотится КГБ, бывшие сотрудники КГБ или ФСБ современной России. И в первую очередь я этот вопрос задаю для того, чтобы избежать каких-либо спекуляций относительно тех тем, которые мы сейчас будем оговаривать в этом интервью. Этот закон распространяется на всех гражданах Российской Федерации, поскольку меня никто официально не лишал гражданства Российской Федерации, я потенциально остаюсь гражданином России, на меня должен распространяться этот закон. Совершенно правильно, что после распада Советского Союза и после формирования СВР в России впервые был принят закон официальный, совершенно опубликованный, открытый, о внешней разведке, в котором были оговорены принципы функционирования организации, потому что этот закон покрывает не только службу внешней разведки, но все органы внешней разведки. Органов внешней разведки, их много на самом деле, есть СВР, есть ГРУ, это вот самые известные, есть органы разведки УФСБ, УФСБ ведет свою разведку, есть органы разведки у погранвойск, есть органы разведки у финансовой разведки, и сюда же можем добавить, но он, правда, не включен в закон, это отдел внешних отношений Московской Патриархии, который является отдельной спецслужбой российской. С моей точки зрения, это разведывательная спецслужба на полном сырье. И, значит, естественно, этот закон распространяется на всех сотрудников, и самое главное, что появилось в этом законе, на бывших сотрудников. То есть там есть 18-я статья, в которой говорится, что сведения о принадлежности к адовому составу внешней разведки, даже бывших сотрудников, не могут быть преданы гласности, кроме как согласия этих сотрудников, и по решению руководителей органов внешней разведки. То есть, грубо говоря, если внешняя разведка решит кого-то там рассекретить, как, например, Анну Кущенко, которая известна многим как Анна Чапман, то вот они могут о ней там что-то рассказать. А, в принципе, они всегда отрицают принадлежность людей к органам внешней разведки. Вот у меня с ними получилась коллизия судебная, потому что я хотел закончить с этой страницей своей биографии. Значит, для того, чтобы с ней закончить, мне надо было сделать ее публично. Поэтому законы я это сделать не мог, потому что я попадал, естественно, под действие этого закона, и закон о государственной тайне, который отдельно. И я нашел, как это называется, белое пятно в законодательстве, когда два закона друг друг противоречили. Значит, я попросил у службы внешней разведки свой диплом о окончании краснономерного института, который был не секретным. И если бы они мне его выдали, то я бы его поместил в интернете, и все. И на этом закончилось мое прошлое разведывательное. Они мне отказались его выдавать, в результате все это вылилось в захватывающую шпионско-судебную историю, о которой много написано, даже на телепередаче. И результат превзошел все мои ожидания, потому что оказалось, что это все гораздо лучше, потому что если бы у меня была бумажка, то там же написано, краснономерный институт прошел курс лекции по международным отношениям и получил квалификацию референт-международник. И все, со знанием испанского языка. То есть никакого шпиона, там слово шпион, разведчик там нет. И непонятно вообще, зачем они упирались логом, чтобы мне этот диплом не отдать. Но это их глупость. В результате я получил гораздо лучше. Я получил определение Московского городского суда, которое отказало мне, конечно, в выдаче этой бумажки. Никому не нужны. Я заранее всем говорю, и опять же повторяю, что эта бумажка мне на самом деле не нужна была. То есть мне не диплом не нужен был. Мне нужно было иметь формальный повод рассказать об этом публично и закончить с этой историей моей биографии. И значит, судья Ямышева вынесла определение в отказе мне о удовлетворении моей жалобы на отказ СВР в выдаче мне диплома. Но написал это определение на пяти страницах. По новому российскому законодательству, опять же, которое принято было во времена Ельцина после развала Советского Союза, суд не может принимать никаких закрытых судебных решений. Все судебные решения в Российской Федерации по закону открыты. Может быть заседание закрытое, может быть рассмотрение следствия, может быть закрытое. Но решение всегда оглашается в открытом порядке. И в этом, в открытом решении, на пяти страницах судья Ямышева рассказала все, что только можно о моей биографии. Она все подтвердила, все, что я о себе рассказываю. Что да, я был сотрудником, да, я учился в Краснодарном институте, да, я получал диплом. Она процитировала фактически этот диплом целиком. Свои секретные, как бы, которые она потом отказалась мне выдать. Вот, то есть, вообще, конечно, это шизофреническая история. Ну вот, но очень смешная. Но я получил в результате, и потом она сказала, а потом она работала еще в СВР, ездила во Францию с оперативными заданиями. То есть, она рассказала вообще всю мою оперативную биографию в открытом судебном решении. И все, после этого, значит, я с ними получил то, гораздо больше, чем хотел. Но в процессе, значит, когда я рассказывал об этой истории журналистам, СВР подала, подала служба, да, служба внешней развития СВР подала на меня жалобы в Федеральную службу безопасности в ФСБ, которая возбудила, значит, три уголовные дела в итоге образовалась по факту разглашения государственной тайны. И эти три процедуры судебные, уголовные закончились ничем. То есть, я был допрошен в Лефортово в качестве свидетеля сначала, да, по закону, по 51 статье Конституции я мог не отвечать на эти вопросы, потому что теперь, опять же, в Российской Федерации у нас есть право не свидетельствовать против самого себя. Вот, то есть, и у обвинения всегда есть бремя на обвинение лежит бремя доказывания. Это им надо доказать, что я что-то совершил, а мне надо оправдывать, что я ничего не совершал. Вот, и, значит, в итоге все эти вещи были закрыты, но я почувствовал, что они мне готовятся, гадость какую-то. Эта гадость будет, конечно, не политической, то есть они меня не будут сажать, как там, борца с режимом, там, я не знаю, что, оппозиционера. Вот, они мне сделали какую-то бытовую гадость, я не знаю, там, порнуху детскую какую-нибудь, там, подложить, еще что-нибудь, компьютер. Вот, и я понял, что мне надо уезжать. Плюс на меня было подозрение, что на меня было совершено покушение на мою жизнь в январе 2001 года, потому что я серьезно заболел непонятным заболеванием, которое длилось почти полтора месяца, и мои знакомые врачи мне сказали, что есть подозрение на отравление тяжелыми металлами. И когда мне они сказали, это по моей просьбе, по телефону, через 24 часа у меня снялись все, как рукой, магически снялись все последствия. Вот, то есть, что, кстати, подтвердило, что на самом деле эта болезнь была, конечно, искусственной, потому что нельзя выздороветь за 24 часа от такой штуки, с которой вы болеете, там, полтора месяца. Вот, ну, правда, я потом восстанавливал здоровье почти два года. До физической нормальной формы. И я понял, что мне надо уезжать. Я уехал во Францию, размышлял, что мне дальше делать. И в итоге, в феврале 2002 года, я подал прошение во Франции о предоставлении мне политического убежища. Ну, официально, это политическое убежище, это такой журналистский штамп. На самом деле это называется статус беженца. Потому что нет такого порядка политического убежища. Есть статус беженца по различным причинам, в том числе по преследованию, там, по политическим мотивам и прочим всяким делам. В рамках Международной конвенции, Женевской конвенции 1951 года и под эгидой комиссариата ООН по делам беженцев. И в итоге, я сокращаю рассказ, потому что иначе он будет очень длинным, я в итоге в 2004 году получил этот статус во Франции в апелляционном порядке, то есть на первой инстанции мне отказали, а в апелляции удовлетворили мою просьбу. И этот статус, он получается обратным ходом, он имеет обратный ход. То есть я его получил как бы с момента вступления на территорию Франции, то есть с 11 июня 2001 года. С тех пор я проживаю во Франции под защитой Международной конвенции по делам беженцев и со статусом беженца. Именно поэтому, именно поэтому я могу говорить все, что угодно. Потому что, строго говоря, мои отношения официальные со страной под названием Российской Федерации закончились. Потому что когда страна вам другая какая-то предоставляет статус беженца, она таким образом признает, что ваша собственная страна не выполнила свое обязательство как государство, как нация по защите ваших интересов. И она говорит, поскольку Россия не выполнила такое обязательство, Франция берет на себя, на себя Франция берет такое обязательство. И, соответственно, никаких больше обязательств по отношению к России у тебя нет. Именно поэтому, хотя Россия считает меня своим гражданином, я таковым не являюсь по факту, я являюсь беженцем. То есть практически, поскольку у меня нет французского гражданства, я практически являюсь апатридом, у меня нет действующих российских документов, никаких, потому что у меня был там загранпаспорт, по которому я выезжал, но он действительно пять лет, все, его деятельность закончилась. У меня нет никаких действующих российских документов, За исключением, может быть, билета офицера запаса, который бессрочный. Но по закону о воинской обязанности в 55 лет, как майору, мне полагалось выйти в отставку. Странным совершенно образом в 2019 году военный комиссар города Москвы почему-то мне сообщил о том, что меня перевели во второй разряд запаса и по закону о воинской обязанности я теперь должен в нем состоять до 65 лет. Я посмотрел закон о воинской обязанности, это соответствует званию полковника. То есть они меня сделали полковником с запаса для того, чтобы, я так для себя считаю, было у них там три цели. Первое, это показать французам, что как бы нафига вы ему дали этот статус, потому что вот мы его считаем нормальным человеком, даже его производим в более высокое звание старшего офицера. И вообще ценим его и оставляем его на воинской службе в запасе вооруженных сил Российской Федерации. Это первое. Второе, чтобы не платить мне офицерскую пенсию, потому что если я его выхожу в отставку, они мне автоматически должны начислять пенсию. А так, значит, поскольку я еще офицер запасный, ее можно там с ней волынить. Вот. И третье, это то, что если, не дай бог, я когда-нибудь оказываюсь на территории Российской Федерации, то меня будут судить не как гражданского лица, а как военного, который там нарушил присягу. Хотя никакой присяги Российской Федерации я не давал. Я давал присягу Комитету Государственной Безопасности, Вооруженным Силам Советского Союза, то есть Коммунистической Партии Советского Союза, Вооруженным Силам Советского Союза и Комитету Госбезопасности Советского Союза. ни комитета, ни компартии, ни Советского Союза не существует 1991 года. То есть все мои обязательства юридические и моральные по отношению к моей присяге, они закончились в конце 1991 года. Российская Федерация является идеологически противоположным государством по сравнению с СССР, потому что она является капиталистическим государством, то есть врагом Советского Союза. И строго говоря, если от меня требовать исполнение притяги, я должен всеми силами бороться сейчас против антинародного, антикоммунистического режима Российской Федерации. Ну, я против него борюсь, но не в такой подаче, я против него борюсь как режима путинского. И в этом смысле, опять же, я напомню, что вот как раз Путин является предателем с точки зрения Советского Союза, потому что он находился в 1991 году, когда распадался КГБ, когда запрещали компартию и распускали Советский Союз. Он находился на территории Советского Союза. Он был действующим офицером действующего резерва КГБ. У него было оружие, и он должен был взять оружие и идти с оружием в руках защищать те режимы, компартию, СССР и КГБ, которым он присягал. Он это не сделал. А также Порте, Бортников, Патрушев, Нарышкин и все и же с ним КГБшники, которые находятся сейчас у власти в Российской Федерации. Они все по советскому закону являются предателями. И если бы компартия России победила, то первое, что она бы сделала, она их расстреляла бы всех. Она их предала бы суду как предателей и расстреляла бы. Ну, им повезло, значит, в результате подделок этих выборов компартия не победила пока. Но, может быть, когда-нибудь это будет. Хотя я, в принципе, не хочу тоже, чтобы она вернулась. То есть, таким образом, завершая наш разговор об этой государственной тайне, то есть формально, конечно, они считают, что да, она меняется, распространяется. Я считаю, что не распространяются, потому что мою притягу я давал совсем другой стране, совсем другому учреждению и совсем другой партии идеологически. Комитет государственной безопасности, я напомню, был официально боевым отрядом Коммунистической партии Советского Союза. То есть, был идеологической организацией. И нельзя говорить о том, что служба внешней разведки или Федеральная служба безопасности являются правоприемниками КГБ. Они не являются правоприемниками КГБ, потому что они не являются идеологическими организациями и потому что их функционирование происходит в противоположной классовой среде. Мы расставили все точки над «и». И, в общем, именно поэтому я могу рассказывать вам все, что угодно. И здесь вы можете задавать мне любые вопросы. У меня нет никаких ограничений, ни этических. Ну, то есть, единственное этическое ограничение, которое у меня осталось, я не рассказываю про своих сослуживцев по первому главному управлению бывшему. Это единственное и то, о тех оперативниках, да, и моих среднего звена руководителей, с которыми я работал. Вот я могу рассказать совершенно спокойно о моей службе под началом генерал-майора Дроздова Юрия Ивановича, потому что он уже скончался, он уже давно не является офицером КГБ, то есть, он уволен был в отставку в июне 1991 года, и вот о нем я рассказываю. Я могу рассказывать там об Андропове, я могу рассказывать о Шебаршине, потому что все они умерли, все их никого нет. У меня есть приятели, которые до сих пор служат в службе внешней разведки, я так даже предполагаю, на высоких должностях, то есть, кто-то из них является резидентами, кто-то является, может быть, начальниками управления, может быть, там, заместителем начальников управления, то есть, в общем, среди них есть наверняка довольно большие люди, но вот я о них не рассказываю. Вот все мои ограничения. Все обо всем остальном я совершенно спокойно могу рассказать. Скажите, пожалуйста, вы упомянули версию о том, что вас, возможно, отравили тяжелыми металлами. Вы говорили, что былили там более чем один месяц, полтора месяца, и буквально после звонка вы заметили, что у вас начало поправляться ваше здоровье. У меня по этому поводу вопрос. Вы думаете о том, что вам ввели антидот как-то, противоядие ввели после звонка сразу, то есть, проникли в ваше жилье, или где-то вам подсунули, как к Навальному, где-то там в аэропорту какой-то напиток с каким-то антидотом? Да, причем я сделал все условия для того, чтобы это произошло. То есть, грубо говоря, у меня, значит, моя квартира находится в трех шагах, в соседнем доме живут мои родители. И, соответственно, когда я поговорил по телефону, я ушел из своей квартиры и на сутки ушел к родителям. То есть, с одной стороны, я исходил из чего? Что если идет какое-то отравление, то у себя я... Ведь я не могу понять, где находится этот яд, потому что, скорее всего, меня прикармливали этим ядом, то есть, он был не в летальной дозе, а он был в небольшой дозе. Ну, то есть, сделали ставку такую, что там в течение двух месяцев, трех месяцев я умру просто физически от физического истощения в результате этой болезни. Потому что у меня было 40 каждую ночь и нормальная температура там 37 днем. 40-37, 40-37, 40-37. Это ужасно изматывало, я потерял в весе. То есть, вообще, это была, конечно, серьезная вещь. И главное, что никакие анализы ничего не показывали. Вот. И, значит, когда состоялся у нас этот разговор, я ушел к родителям и потом вернулся. И, то есть, я так думаю, что либо они изъяли яд из того места, где он был, либо на это же место мне поставили противоядие. Потому что у меня симптомы... Вот вы сказали, вы начали выздоравливать. Нет, я не начал выздоравливать. Я выздоровел за 24 часа. То есть, через 24 часа у меня исчезли все симптомы. Как рукой снялось? Вот. То есть, это понятно, что это было не выздоровление, а это было прекращение чего-то. Прекращение какого-то воздействия. И, возможно, даже введение антидота. То есть, возможно... Я так думаю, что, скорее всего, поскольку я потребляю много чая, вы все заметили, что я постоянно пью из кружки большой. Я так думаю, что, скорее всего, у меня это яд был в чае. И, конечно, я пытался с этим бороться, но как с этим можно бороться, если вы выходите из дома? То есть, если бы не выходить из дома, тогда еще как-то можно с этим бороться. Потому что иначе нужно просто покупать... Каждый день покупать в разных магазинах новую пачку чая, который я буду пить, чтобы не было возможности его отравить в очередной раз. Ну, или, может, я не знаю, может, они меня намазали там кружку, чайник, еще что-то там. Всякие варианты могли быть. И, значит, такое подождение возникло. И я все сделал для того, чтобы дать им возможность поставить или убрать яд, или дать мне антидотс. И все сработало в этом смысле. То есть, я в этом смысле сделал правильный расчет, как выяснилось. Вот, и слава богу. Поэтому и могу сейчас с вами разговаривать. А чего они испугались, вот, с вашей точки зрения? Они испугались, конечно, ну, во-первых, того, что я начинаю проговаривать это с каким-то контингентом людей, который может расширяться. Это первое. А второе, в этом разговоре была еще вторая составляющая. Мы поговорили, во-первых, подозрение на то, что это отравление. И второе, что, конечно, анализы в наших поликлиниках ничего не дадут, потому что любые анализы можно заменить в наших поликлиниках. А это доктореса, моя жена моего друга школьного, она мне сказала, ну, вот у тебя же есть связи с посольством, а в посольстве есть доктор. Вот сделай себе анализы во французском посольстве. Они тебя там все знают, ты к ним открываешь кабинеты ногой к послу, к советнику-посланнику, к советникам по экономике, по политике и по культуре. И вот пусть они тебе сделают анализы у себя. И пусть они эти анализы отправят еще во Францию, в независимую лабораторию, чтобы проверить более глубоко. И вот я думаю, что вот это сработало. То есть они поняли, что, во-первых, если эти анализы попадут к французам, то подключается международная общественность, подключается Франция, подключается цивилизованное европейское государство. И здесь, конечно, они сделать ничего не смогут. И вот я думаю, что они этого испугались. И я бы сказал так, что это было только начало путинского режима. Он тогда играл еще, заигрывал с Западом. Он тогда играл еще, пытался играть приличного человека. И поскольку он пытался играть приличного человека, ему было очень невыгодно делать то, что он делает сейчас. То есть сейчас такой бы вариант не сработал. Потому что вот мы все видели. Ну, Навальному сделали анализы в трех независимых лабораториях, а Кремль говорит, да, они сами там подмешали. И плевать, мы хотели на эти анализы. Мы сами провели анализы, ничего у него не обнаружили. Все это измышления капиталистов. Или то же самое со Скрипалем. Сказали, да, они сами его отравили, потому что там в 20 километрах находится химическая лаборатория, которая действительно там находится. Она известная химическая лаборатория. Вот там были с ней скандалы в 60-е годы, потому что действительно там и бактериологическое оружие разрабатывалось, и химическое оружие разрабатывалось. И они сказали, что англичане сами же его отравили, чтобы нас компрометировать. То есть я так думаю, что в нынешних условиях это бы не сработало. Вы сейчас упомянули тему о том, что Российская Федерация перекрутила информацию и подала таким образом, что это западные страны, что там намудрили с Навальным и фактически с вами могли так же само намудрить. У меня по этому поводу вопрос. Скажите, пожалуйста, вот недавно, несколько лет назад, ресурс Медуза опубликовал на своем сайте несколько учебников КГБ. На этих учебниках стоит штамп, что это совершенно секретно, тираж 70 экземпляров. Вот с вашей точки зрения, я вам ранее высылал и сейчас продемонстрирую подписчикам на экране. Это настоящие учебники, потому что именно в этих учебниках идет речь о том, как проводить дезинформацию, как необходимо лгать, то есть как перекручивать факты таким образом, чтобы из правды сделать правдоподобие. Я посмотрел действительно это очень интересный материал, я, к сожалению, его не знал, то есть я вас, во-первых, благодарю, что вы его раскопали, потому что мне было интересно посмотреть этот материал, я себе перекачал все эти учебники, вот, и я вам подтверждаю, что все учебники настоящие, абсолютно все учебники настоящие, они, ну, то есть, во-первых, они, у них внешний вид, такой вот, как вот у нас, то есть я учился по всем таким же учебникам, там вот на Медузе часть учебников старых, там есть только один издание 1988 года, вот его я не мог уже видеть, потому что я закончил обучение в КАИ в 87-м году, вот, а все остальные, все, которые датированы 60-ми, 70-ми годами, я все, по ним всем учился, это учебные пособия, они все, внешний вид содержания, формы их, фамилии, все реквизиты, они соответствуют действительности, то есть это реальные совершенно учебники, по которым я учился, и которые всем им, всем советуем, вот, после наших передач, мы дадим, вы у себя на канале, я у себя на канале, когда возьму эту передачу, мы дадим ссылки, вот, сегодня, кстати, у меня была беседа со Светланой Герасимовой на ее канале, и мы там говорили о советском, о союзе советских обществ дружбы, СОДИ, да, который стал теперь Россотрудничеством, и вот, один из учебников, это использование этого самого СОДА для разведенных операций, прям вот, прямо открытым текстом говорится, там, на несколько десятков страниц, как все это организуется, и так далее, то есть, есть документальное подтверждение правоты моих слов, и подтверждение того, что действительно, эти все организации, общество дружбы, и весь этот союз, под председательством, тогда, Черешковой, значит, он занимался разведственной деятельностью, и вот, я на него уже сослался, да, ну, вот, в нашей передаче, мы дадим, наверное, ссылки на все эти учебники, потому что, это безумно интересно, и очень, очень познавательно, и люди, которые интересуются тематикой, они много очень могут, подчеркнуть, подчеркнуть из этих учебников, с другой стороны, вы мне прислали другую, другой сайт, на котором расположены другие документы, они касаются высшей школы КГБ, да, вот, еще напомним для тех, кто, может быть, не слушал нашей передачи, что высшая школа КГБ, это учебное заведение контрразведки, комитета госбезопасности, оно находится на юго-западе, и оно готовило кадры для всех направлений контрразведки, их много, там обычная контрразведка, военная, на транспорте, экономическая и так далее, политическая, 5-е управление и так далее, вот, а краснодоменный институт имени Андропова, это было учебное заведение, которое готовило кадры для разведки, и в высшую школу КГБ поступали школьники, то есть это как институт, да, то есть как первое высшее образование, а краснодоменный институт был постуниверситетским заведением, то есть туда поступали всегда люди с высшим образованием, и там они получали либо второе высшее образование, если они проходили полный курс трехлетний, как на двух факультетах, научно-техническом и основном, или справки о прослушанных курсах, когда они учились на двухгодичном или одногодичном факультете, как вот Путин, Путин, например, не получил диплома об окончании краей, ему выдали справку о прослушанном курсе лекции в течение одного года, и вернули обратно в Петербург, в Ленинград. Многие люди, которые могут смотреть эту передачу, сомневающиеся в первую очередь, они могут задать такой вот вопрос, подождите, ну как так может быть, а даже учебники, на них стоит гриф совершенно секретно, а вы на них ссылайте. Врежда, 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 врежда. Здесь что вы за чушь тут рассказываете? Такого не может быть. Вот прокомментируйте, пожалуйста, так. Это все объясняется очень легко, потому что Советский Союз развалился в 1991 году. В него входило 15 республик. У КГБ была союзно-республиканская структура. Он строился по союзно-республиканскому принципу. То есть был центральный аппарат, который работал на весь Советский Союз. И были комитеты госбезопасности в каждой из союзных республик, за исключением РСФСР. Для РСФСР являлся, центральный аппарат являлся их комитетом. Значит, когда развалился Советский Союз, то все комитеты госбезопасности остались в новых, независимых, ставших суверенными государствах. Причем значительная часть этих государств, политика этих государств радикально поменялась по отношению к коммунизму. То есть она была критической, и она была резко анти-КГБистской. Поэтому все люди, например, в Прибалтике, единственным государством, в котором КГБ остался до нынешних времен, является Белоруссия. Вот там остался КГБ со всеми прибамбасами и со всеми причиндалами советского времени. А во всех остальных республиках, вот в Украине, например, тоже КГБ развалился, и вместо него теперь существует служба внешней разведки отдельно, и служба безопасности Украины отдельно. И также у вас есть главное разведное управление вооруженных сил. То есть все как в Российской Федерации. Структурно, я имею в виду, не идеологически. А в Прибалтике, значит, вдруг оказалось, то есть вы понимаете, оказалось 14 комитетов, в которых были все эти учебники, в которых были документы, в которых были там справки какие-то, досье на агентуру, на личные дела, дела оперативной разработки. То есть вся архивная и оперативная документация, которая присутствовала в любом комитете госбезопасности. И, соответственно, все Прибалтийские республики провели десоветизацию и деноцификацию своих государств. Десоветизацию. Они опубликовали, открыли архивы, они открыли доступ людей к архивам для того, чтобы узнать, ввели, ввели комитет госбезопасности этих республик против вас конкретно работу подпольную, кто на вас стучал, какие агенты на вас писали доносы. Все, вот точно знаешь, как это было произведено в ГДР. Да, и в ГДР точно так же. Кстати, и в ГДР были, частично могли оказаться эти учебники, потому что на русском языке они брали нашу литературу, а потом частично переводили ее на немецкий, адаптировали ее под свои условия. Ну, вот, значит, очень простой канал, просчитать это элементарно совершенно, здесь никакого секрета нету. То есть все эти учебники, скорее всего, на Медузе и на подобных ресурсах, они возникли и из Прибалтики. Потому что в Прибалтике, безусловно, было открыто все, и они борются с прошлым когибистским, они считают эту организацию террористической, они считают ее антинародной, незаконной, и делают все, чтобы разоблачить эту организацию. Плюс, была еще одна, и был еще один канал, некоторое время был доступ к архивам КГБ даже в России. И люди, такие как Никита Петров, очень известный историк, очень серьезный, с великолепными работами, успел сделать несколько выпусков. Ну, во-первых, он написал докторскую диссертацию по работе Комитета госбезопасности, исторической оценки этой работы. Я там не помню уж точно тему его диссера, но это не суть, люди найдут. Все это доступно в сети. Но самое главное, ему удалось сделать несколько сборников документов. То есть он опубликовал документы Комитету госбезопасности, начиная от ВЧК и кончая современным, почти андроповским КГБ. Вот, они тоже могут служить базой для исследования работы КГБ. То есть в этом смысле довольно достаточно, достаточно источников. И вот канал получения этих источников, это, конечно, развалившиеся комитеты в тех республиках, которые не вошли в Российскую Федерацию. Вот и все. Скажите, пожалуйста, вы ранее опубликовали свое заявление о том, что вы не собираетесь покончить жизнь суицидом. Почему? Это связано с тем, что вас пытались ранее отравить, как вы говорите, или почему еще? Ну, в общем, да. С одной стороны, а с другой стороны, это было в связи с тем, что произошло покушение на Скрипаля. То есть это было в конкретной ситуации. Значит, я тогда немножко остановлюсь, как это произошло. В феврале 2018 года, за полтора месяца до выборов, перевыборов Путина, на какой-то там четвертый срок очередной, потому что можно сказать на пятый, потому что я считаю, что срок Медведева все равно срок Путина. Значит, Борис Карпичков, который является, имеет статус беженца в Великобритании, опубликовал заявление, что ему стало известно через своих каких-то приятелей, которые у него остались в системе КГБ, о том, что Путин запускает в жизни программу расправы с бывшими, сотрудниками спецслужб, которые уехали на Запад и как бы считаются предателями. Хотя вот мы, я уже рассказал, что ни по формальному, ни по какому другому признаку я предателем не являюсь, потому что я не давал притягу Российской Федерации. Я давал притягу несуществующему комитету госбезопасности, несуществующему коммунистической партии и Советскому Союзу. И вот значит, Борис Карпичков сделал такое заявление, я его воспринял немножко как, ну так, пиар, да, человеку хочется покрасоваться еще на страницах британской прессы, громкое заявление, в общем, я его серьезно, серьезно не воспринял. И через, буквально через две недели после этого, это было, там, 20 числа февраля, я был на горнолыжной станции во Франции, в горах, в Альпах, и рядом со своей квартирой я услышал русскую речь. Стал наводить справки, и выяснилось, что, значит, в соседней квартире находится семья из трех человек, папа, где-то 40, с двумя сыновьями, одному лет 12-13, второму лет 16-17. Значит, квартирка очень маленькая, 16 квадратных метров, если убрать комнату, ванную и туалет, то комната 8 квадратных метров, значит, втроем они живут 8 на 8 квадратных метров, 8 квадратных метров, это, строго говоря, камера, камера в тюрьме, то есть, они втроем там, в камере-тюрьме во Франции, и самое удивительное было то, что, когда я начал наводить справки об этом человеке, выяснилось, что он приехал из Швейцарии, из Женевы, в Швейцарии, по сравнению с Францией, в три раза выше уровень жизни, выяснилось, что он занимает должность заместителя директора регионального отделения банка JP Morgan, который является самым большим деловым банком в мире, то есть, этот человек, по легким расчетам, должен получать там от 10 до 20 тысяч евро в месяц, и вот он приезжает, и он живет в Женеве, и вместо того, чтобы ехать в Куршевель, вместо того, чтобы ехать в Нежев, вместо того, чтобы ехать в Шамони, вместо того, чтобы ехать на крупные станции, я не знаю, там Цермат какой-нибудь, там Диаблюре, я не знаю, Кштад, он приезжает в занюханную станцию, очень маленькую, куда ездит, ну, не скажу, что бедные люди, но, в общем, совершенно несостоятельные люди, да, живет там в крошечной квартирке с тремя своими сыновьями, и для этого ему надо было проехать 300 километров от Женевы, вокруг Женевы в радиусе 60 километров есть порядка 40 горнолыжных станций, в том числе 25 очень высокого воздуха, то есть по его уровню и по его возможностям совершенно понятно, что ему здесь было делать нечего, плюс он говорил по-русски, да, вот, и значит, мне это дело напрягло, ну, напрягло и напрягло, да, то есть я там принял какие-то меры безопасности, ничего, в принципе, не произошло, а еще, то, что меня напрягло еще больше, кстати, это то, что я нашел его профиль в сети LinkedIn, и там описано его образование, он образование получил на физическом факультете Женевского университета, а затем защитил кандидатскую диссертацию, ну, то есть, по западным понятиям она называется докторская, да, потому что они не делают разницу между кандидатом и доктором, он заключил, защитил западную докторскую диссертацию на тему использования ядерной физики в медицине. Причем здесь банк? Вот, во-первых, причем здесь банк, и он, кстати, работал в ЦЕРНе. Когда он там учился, и когда он готовил свою диссертацию, ну, у нас в банк тоже уходит, у нас, у меня есть приятели, которые, технари, там, я не знаю, заканчивали МИФИ, МАИ, МГУ, физтех, и так далее, вот, и все очутились в банках, потому что, на самом деле, они, у них математический ум, то же самое Березовский, он же там стал, у него же тоже образование математическое, техническое какое-то, вот, он даже был членкором Академии наук по своей математике, высшей математике, там, какой-то комплексному анализу, то есть здесь как раз ничего необычного нету, это бывает такое, но, вы услышали, да, использование ядерной физики в медицине, и, то есть, вот этом я, конечно, напрягу, то есть, я так понял, что это, в общем, такая, либо пробный камень, либо он там сверлит стенку и закладывает мне, там, уран какой-нибудь, там, или плутоний, и через 6 месяцев у меня там будет лейкемия, в результате облучения, потому что у нас общая стена с этой квартирой, вот, ну, естественно, я там сделал какие-то телодвижения оперативные, чтобы выяснить, кто он такой, и чтобы мобилизовать французов, которые со мной имеют контакт, и сделал еще такую вещь, я надел солдатские кирзовые сапоги, и в этих сапогах пришел на его страничку в LinkedIn, то есть, а мы же знаем в LinkedIn, что мы все видим, кто к нам ходит, и он понял, что я его нашел в этой LinkedIn, я туда ходил каждый день по нескольку раз, чтобы у него это осталось в истории, вот, что он понял, что я его нашел, я знаю, и я к нему пришел, то есть, он приехал ко мне в квартиру, а я пришел к нему в виртуальную квартиру, мы обменялись таким образом посланиями, вот, если его послание было такое, что типа, мы знаем, где ты живешь, и мы в любой момент можем приехать к тебе, то мое послание было такое, что вы ко мне можете приехать, но я об этом знаю, и, соответственно, я могу ответить чем-то, вот, и такая вот такая, такой обмен любезностями у нас состоялся, французы, значит, проблема была какая, когда я им сказал, ну, можно ли что-то сделать в оперативном плане сразу, они сказали, типа, ну, пока он тебя не убил, то есть, типа, ну, а чего, чего мы можем ему вменить, он турист из Швейцарии, ну, да, конечно, удивительно, что человек с такими доходами приехал в такое странное место, то есть, понятно, что это странные какие-то вещи, но странность не есть преступление, да, и, то есть, в принципе, его преследовать не за что, как бы, да, ну, можно, я не знаю, там, проверить у него документы, и на этом все закончится, вот, и так потихонечку я об этом стал бы как бы забывать, и вдруг, через две недели, через 10 дней после этого дела, 4 марта состоит, происходит отравление Скрипаля в Великобритании, и его дочери, и вот тут все это сложилось в единую картину, да, потому что для вас и для большинства людей, 4 марта вы просто узнали про Скрипаля, да, а для меня была история с Борисом, Карпичковым, который сообщил о том, что начинается план уничтожения предателей за границей, ко мне приезжали с кирновыми сапогами ребята, показывать, что могут они приехать в любой момент, и затем теракт в Великобритании с применением химического оружия против гражданина иностранного государства, убийство, то есть нарушение всех международных конвенций, в том числе конвенции о нераспространении химического оружия и не использовании химического оружия, то есть это была фактически объявлена война, Путин объявил войну. Я тогда объяснял, что это не было абсолютным сведением счета между спецслужбами, это была политическая акция, это была политическая казнь публичная, именно поэтому люди, которые смеются по поводу того, что вот эти Баширов с Мышкиным, они там купили билеты прямиком, приехали, на всех камер засветились, и потом там вылезли в эфир, и про них раскопали все их данные и прочие всякие дела. Так вот я еще раз говорю, что моя точка зрения, что они специально это делали, они наоборот ничего не скрывали, они должны были показать, они должны были убить предателя, то есть они выступали как палачи, официальные палачи, вот как бывает казнь публичная, вот на эшафот человека, человек заходит, ему там отрубают голову, или его вешают, и его американцы там сажают на электрический стул, вот Путин задумал публичную казнь, и в качестве исполнителей этой публичной казни он выбрал ГРУ, Главное разведывательное управление Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации, и взял там двух полковников, один из них Герой России, который может быть за такое же дело какой-то в другой стране он получил этого своего героя, вот, и потом они вернулись, и опять же, никто ничего не скрывал, все было понятно, то есть, конечно, Песков сказал, что это все ерунда, но все-то поняли, то есть весь мир понял, а самое главное понял путинский электорат, то есть этот был расчет политический, потому что напомню, опять же, тем, кто это забыл, что второй выборы, не помню, второй или первый тур, в общем, какой-то там решающий тур голосования происходил 18 марта, а это произошло 4 марта, то есть за две недели до выборов, и в 2018 года, а у Путина тогда были очень плохие дела, потому что он запустил, то есть сначала в 2014 году на Крыме и на Украине, на востоке Украины он получил огромную поддержку среди популистской массы российских дебилов, но затем эту поддержку он потерял в 2016 году, когда затеял пенсионную реформу, и вот все эти люди, которые там кричали «Крым наш» и «Да здравствует там, я не знаю, Донбасс, российский Донбасс», они все вдруг поменяли свое отношение к Путину, потому что он у них реально, когда коснулось это их реального кошелька, их там реально этих людей заставляют работать на 2-3-4 года, 5 лет больше, а понимаемы все, что статистика показывает, что мужчины в России умирают в возрасте 65-67 лет, то есть грубо говоря, с повышением этого возраста понятно, что почти ни один мужчина, вот исключением был мой папа, он умер в 92 года, а это значит, что среднее 65-67, то есть если мой папа в 92, значит там было 4 человека таких, которые умерли там в 40 лет, ну математики это рассчитают, чтобы среднее получило 67, вот, и в общем у Путина были очень плохие показатели по популярности, у него был очень низкий рейтинг, по сравнению с тем, что ему обычно рисовали, там 82% и прочие всякие дела, он испугался этого дела, и ему нужна была вот такая вспышка, всплеск патриотизма идиотского, внутри страны, и в общем эта вещь, она сработала, конечно, то есть ему было абсолютно все равно, поймают этих людей, не поймают, обвинят их, не обвинят, потеряет ли он репутацию свою на международной арене, не потеряет, там напомню, что из 152 разведчика выперли из 25 стран. Соединенные Штаты, Канада, а также 14 стран Евросоюза сегодня объявили о высылке российских дипломатов на волне скандала вокруг так называемого дела Скрипаля. И одной международной организации, которая называется НАТО, потому что при НАТО существовало какое-то там представительство Российской Федерации, там были дипломаты военные в Брюсселе, их всех выперли, а Путин сказал, а мне никакой разницы от этого нету. И действительно у него там произошел всплеск популярности, потому что, конечно, все это быдло российское, которое там любит Путина в засос. Ура! Путин! Путин президент мира! Ура! Да, 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 да! Это Россия, сынок. И самое главное, любит мочизм и мучизм, да, то есть мочизм мачо, и мочизм, когда там мочат в сортире кого-то, да, особенно там типа предателей, как бы. Вот, несмотря на то, что я опять повторюсь, Путин является первым предателем с точки зрения Комитета госбезопасности, потому что он не исполнил свой долг офицера, и он руководит стороной, которая противоположна тому, той присяге, которую он давал в Советском Союзе. Вот как я ответил бы на ваш вопрос. Я встречал в интернете такой вот тезис, который приписывают Владимиру Путину, и он звучит следующим образом. Говорят о том, что Владимир Путин мстит тем людям, которые лично ему как-то там присягали. То есть даже не государству фактически, потому что вы описываете другую ситуацию, вы присягали государству, которого уже не существует там юридически. А я встречал такую фразу, что те люди, которые ему там лично как-то обещали, и вот когда они предают, только их он зачищает. Вот я такую версию слышал. Вот и допустим, Скрипаль, он как раз попадает якобы под эту версию. Вот как вы можете это прокомментировать? Я не вижу, как Скрипаль мог попасть под эту версию, потому что Скрипаль был офицером ГРУ. Скрипаль, конечно, служил в ГРУ после распада Советского Союза и действительно предал ГРУ. Скрипаль был осужден российским судом, но Скрипаль был обменен в процессе обмена нелегалами после провала 2010 года. То есть Скрипаль ничего другого, кстати, не предавал. И больше того, это известный анекдот, это известный парадокс. Скрипаль был поклонником Путина. Скрипаль, когда жил в Великобритании, когда его вывезли туда по обмену, он смотрел российское телевидение целыми днями. Он, в общем, смотрел первый канал, он был первым человеком, который, когда он там оклемался, он сказал, ну как же против меня, я вообще его там люблю, Вову, и вообще он классный человек, он даже подумал, может там вернуться в Россию. И его дочка, кстати, ездила туда-обратно. То есть у него было очень положительное отношение. И, в общем, Скрипаль не мог присягать Путину, потому что он не входил ни в какой там оператив в озеро, он не являлся никаким высоким чиновником. То есть он работал в МИДе, потом был разоблачен, осужден, отсидел какую-то часть этого срока и был в процессе обмена с американцами и англичанами, вывезен в Великобританию. Все, никому, ничего он Путину не присягал. То есть здесь эта версия не работает совершенно. Скажите, пожалуйста, вот вы в предыдущем интервью говорили о том, что у Комитета Государственной Безопасности и у его последователей, ФСБ, ГРУ, Российской Федерации, есть технические возможности изготовить любой документ. То есть подделать доллары настолько хорошего качества лучше, чем оригинальные доллары. Либо паспорт подделать. Стоять? Ну, в общем, да. По этому поводу у меня вопрос. Вы говорите о том, что к вам приезжал глава банка, то Джей Пи Морган, то ли какой-то там высокий человек с этой структуры. С вашей точки зрения, то есть это был настоящий человек завербованный, то есть это был как бы агент, либо это был непосредственно человек из Российской Федерации, у которого были липовые документы? Нет, это был реальный человек, потому что я провел, конечно, свое расследование. Я нашел, я знаю, где он живет, я знаю, где он работает, я знаю его банки, я туда не ездил, конечно, но я дал, кстати, эти координаты швейцарским журналистам, которые со мной работают, то есть, возможно, они там проверяли какие-то дела. То есть это был реальный человек, он, конечно, не... Это был нелегал, и я так думаю, что это не был даже офицер разведки, это, скорее всего, был агент разведки. То есть мы здесь напомним, да, что по нашей терминологии, по чекистской терминологии, агент – это не кадровый сотрудник. Кадровый сотрудник разведки, он и есть кадровый сотрудник. То есть мы его называем оперработником. А агент – это негласный, добровольный человек, который помогает кадровым сотрудникам вести различные секретные операции, контрразведки или разведки. Вот, то есть, скорее всего, он был агентом или даже, может быть, доверительной связью. То есть вот такое понятие есть, когда человек еще не завербован, но уже он находится в конспиративных отношениях с оперработниками разведывательной или контрразведывательной службы. То есть, скорее всего, это был человек, который приехал, просто, вот так сказать, черную метку привел. Не то даже черную метку, а просто показать. Пробный камень, да, trying balloon по-английски, да, то есть вот такой пробный камень бросить и посмотреть, что из этого будет. Потому что я так думаю, что они все-таки подозревают, что я не просто так живу, потому что я живу в очень маленьком местечке, где все друг друга знают. И, скорее всего, они догадываются, что в этом местечке есть камеры, к нему ведет всего две дороги, на каждой из которых есть камеры. То есть, любая машина фиксируется, любой человек в этом месте фиксируется. Все они снимают квартиры через собственников или через фирмы туристические и фирмы по недвижимости. То есть, они все попадают в базы данных, и поэтому скрыть тут практически ничего нельзя. И они догадываются, что, возможно, в моем окружении стоят камеры наблюдения, и вот этих самых Мышкиных и Башировых французов ждут больше, чем англичане ждали у Скрипаля. И по этому поводу они, может быть, для этого пустили такого цивильного, цивильный пробный камень, настоящего реального человека, которому придраться невозможно. Действительно, он турист, но турист и турист. Странный, но турист все-таки. И я так думаю, что, конечно, это не был у первого работника, я так думаю, что он не приезжал с заданием убить меня. Скажите, пожалуйста, вы говорите, что вот ваша версия это не убийство, это было некоторое предупреждение. Вот с вашей точки зрения, может, вы ее поведаете, существует какая-то специальная технология устрашения или как-то технология, я не знаю, там, мести с людьми, которые мешают, в кавычках? Да, технологии такие, безусловно, существуют. То есть она называется психологическая война. Это вещь, которая разработана в Комитете госбезопасности, эта вещь разработана также в Главном разведывательном управлении, причем в Главном разведывательном управлении она даже имеет такие вселенские масштабы, потому что они предусматривают в том числе ведение психологической войны во время военных действий, то есть в преддверии войны, во время войны и после войны. И у них есть подразделения большие и так далее. В КГБ тоже были такие подразделения. И даже такие приемы, они в частности использовались в том числе и в оперативной деятельности, но больше у контрразведки. Разведка меньше занимается таким вещами, потому что разведка более секретная организация, чем контрразведка. Контрразведка, заметим, это организация легальная, то есть это легальная структура, которая занимается легальной работой по защите своей страны от происков иностранных шпионов. Во всех странах контрразведка это структура полицейского уровня. И ФСБ в этом смысле нормальная организация для любой западной страны. Она не считается бандитской организацией. А вот любая разведывательная служба, служба внешней разведки, ГРУ, ЦРУ, французские ДЖСУ, их много, МОСАД какой-нибудь, они все являются незаконными организациями. И они все являются преступными организациями. Они ведут исключительно преступную деятельность. В отличие от контрразведки. Контрразведка защищает свою страну. И поэтому у контрразведки немножко другие методы работы. Поэтому я вам говорил, что учебники у нас разные. В высшей школе, где готовят контрразведчиков, у них одни учебники, а у нас немножко другие учебники. Нас учат нарушать законы, а их учат охранять законы, охранять свою страну. И, значит, вот, допустим, контрразведка прибегает вот к таким методам. Когда вы разрабатываете, например, дипломата, которого вы подозреваете в принадлежности к разведке. Но у вас нет доказательств. Вы можете с ним тогда поиграть в психологическую войну. То есть против него выставляется то, что называется наружное наблюдение. То есть наружное наблюдение. То есть слежка выставляется обычно конспиративно. То есть человек не должен знать, что за ним следят. А есть наружное наблюдение явное, видимое. И вот когда пускают видимое или явное наружное наблюдение, тогда это является фактором психологического воздействия. То есть человеку дают понять, что мы знаем, что ты разведчик, мы пока тебя не трогаем, но мы за тобой будем ходить. И мы тебе показываем, что мы за тобой ходим. Это делает наш код разведки. Точно так же делают западные код разведки. ФБР точно так же ходит открыто. То есть вот человек приезжает, разведчик там, я не знаю, в Вашингтонскую резидентуру главную или в резидентуру в Нью-Йорке под прикрытием Организации Объединенных Наций. И за ним начинают пускать явную открытую наружку. То есть ходит там за ним, я не знаю, 10 топтунов, 3 машины, куда бы он ни пошел, за ним идет человек. Открыто совершенно, просто по пятам. И он знает этих людей в лицо, они с ним могут даже там потом уже здороваться, я не знаю, там все, все друг друга понимают. Это является вариантом психологического воздействия. Вот в данном случае я считаю, что вот такой примерно смысл был этой акции. То есть это была больше психологическая война, больше психологическое манипулирование для того, чтобы, ну, как бы мне жилось менее спокойно. Вот, хотя единственное, что все это сработало бы на нормального человека, это может быть сработало, да, человек, который с этим делом никогда не сталкивался, не знает, как это делается. И на него могло сработать, потому что он, может, не испугался бы, я не знаю, там запаниковал, там, я не знаю, и что-то такие дела. Меня отбирали в разведку, где я проходил тесты на морально-психологическую устойчивость. И в разведку берут людей, если у них есть сомнения в ваших морально-психологическую устойчивости, вас в разведку не возьмут. И, значит, после этого я проходил специальные курсы обучения, да, в том числе я проходил подготовку по программе нерегалов, частичную, да, и, в общем, на меня такие штуки не работают, потому что это не работает на профессионала. Потому что профессионалу, профессионал знает, зачем это делается, как это делается и когда это делается. Вот и все. И, тем более, кстати, это не работает на профессионала, который находится, например, в одиночестве под дипломатическим прикрытием, потому что он знает, что ему вообще ничего не грозит в стране. То есть самое худшее, что с ним может произойти, это его вышлют из страны вот и все и закончится его оперативная командировка в эту страну но это самое худшее что с ним может произойти то есть его не могут арестовать его не могут посадить тюрьму его не могут осудить вот и в любом случае это не работает на профессионалов потому что профессионалы все знают то есть больше того мы знаем как с этим бороться то есть за вами ходит откровенная наружка но вы можете ее потерять или вы можете сделать так что она вас потеряет только мы это не делаем потому что должна и красство и свеч то есть вот если у вас есть какая-то очень важная операция с агентом вашим и вам надо кровь из носу с ним встретиться вот тогда вы можете сделать так это нужно это делать так не так как это делают фильмах там бегать там не не знаю выпрыгивать из вагонов метро это все ерунда конечно все это все туфта это вот голливуд какой-нибудь да и там я не знаю 17 мгновение весны когда штиллер там устраивал гонки на автомобиле по берлину да и там к мюллеру потом приходил и говорил там или там шелленбергу говорил позвони мюллеру и скажи что за мной за мной машин там ездила да это все ерунда это да потому что делается профессионально это совсем по-другому нужно сделать так что вы найдете такой момент что наружка вас потеряет просто потерять она будет считать что это она не доработала они вы от нее оторвались а то есть вот отрыв от наружного наблюдения это крайняя мера это вещь которая запрещается в обычных в обычных условиях если у вас есть операции вы видите что за вами наружка вы отменяете операцию это не страшно потому что с каждым агентом у вас есть запасная встреча еще раз запасная встреча тени не суть то есть вы найдете когда с ним встретить или другой оперработник если поймут что за с вами нельзя пошлю другого оперработника которого менее плотно опекают скажите пожалуйста вы упомянули по поводу высылки дипломатов соединенных штатов америки и с натос организации когда они словили российских разведчиков вы уже видно вероятно ответили на этот вопрос наверно у них были дипломатические паспорта и поэтому их не арестовали не посадили в тюрьму потому что они занимались нелегальной деятельностью у них дипломатический паспорт который предоставляет им иммунитет правильно ли нет да совершенно правильно то есть и это совершенно не за незаконная деятельность потому что есть такая венская конвенция 1963 года о дипломатических отношениях и дипломатических представительствах которая прямо запрещает использовать дипломатические представительства иначе как для дипломатии тем не менее все страны мира к сожалению это не специализация российской федерации нынешней это все страны у которых есть разведка делают это они значит имеют резидентуры под прикрытием дипломатическим именно потому что она дает иммунитет понятно что это очень удобно вот это является нарушением но с которым все мирятся совершенно непонятно почему то есть нет никакой там я не знаю greenpeace greenpeace какая-нибудь да которая там борется во всем мире за сохранение окружающей среды и за с нарушениями с организациями которые нарушают окружающую среду вредят и а вот с нарушением закона всеми разведками всего мира почему-то не находится никакой организации и самое интересное что с этим не борется организация объединенных наций с самым большим шпионским гнездом в мире является штаб-квартира оон в нью-йорке то есть там находится я не знаю по крайней мере там 50 или 60 резидентур иностранных то есть грубо говоря все у кого есть деньги чтобы содержать паразитов которые будут под прикрытием оон работать заниматься шпионажем они все там сидят и генеральный секретарь оон на это дело плюет абсолютно плюет а также все остальные заместители представители и прочие всякие дела вот и все я помню у нас был преподаватель в институте межутрудных отношений тоже учился в его я в киму учился в киеве и у нас преподаватель один рассказывал о том что посольство так кубу о кубу шпионов говорит там это не дипломаты с традиционным пониманием это число кубу разведчиков абсолютно да конечно естественно ну грубо говоря конечно профессиональных разведчиков по сути не так много да потому что вот мы рассматривали с вами цифры то есть мы говорили что примером там у службы внешней разведки я не знаю там три с половиной четыре тысячи человек в поле во всем мире если мы возьмем там они не даже не в каждой стране потому что есть страны страны где нет резидентур и вот там в шиканских мелких странах где есть какая-то резидентура там допустим на 4-5 стран где даже посол на 45 стран там даже посольство нету каждый каждый отдельно взятой стране вот но зато там сша существует там я не знаю как минимум три резидентуры в том числе главное в вашем тоне и там примерно 30-40 человек в каждой резидентуре работают разведчиков а все остальные кстати являются либо агентуры либо доверительными связями либо доверительными лицами то есть строк говоря все люди с российским паспортом которые являются дипломатами в развитых капиталистических странах они все так или иначе связаны с разведкой чтобы они нам не говорили в том или ином качестве либо они кадровыми разведчиками являются либо агентами либо доверенными лицами скажите пожалуйста вы упомянули такой вот термин психологическая война я например на своем телеграм-канале достаточно много уделяю внимание этому термину но у меня также если психологическое образование мне интересно эта тема я копаюсь там и в мифологии и своим подписчикам поясняю это то что мне интересно делюсь знаниями мои знания в первую очередь базируются на том видео которое я увидел в интервью с юрием безменовым это бывший сотрудник в посольстве советского союза в инде который бежал на запад и он как раз рассказал про психологическую войну говорили несколько раз про идеологическую подрывную деятельность это фраза которую американцы боюсь не до конца понимают когда советы используют эту фразу что они хотят сказать идеологическая подрывная деятельность это процесс что является законным явным и открытым вы можете его увидеть собственными глазами все что вам нужно сделать американским средством массовой информации надо сделать это вытащить бананы из ушей открыть глаза и тогда можно увидеть в этом нет никакой тайны и ничего общего со шпионажем я знаю что шпионская разведывательная деятельность она более романтична она может продать больше дезодоранта через рекламу вот почему ваши продюсеры сходят с ума по теме боевиков про джеймса бонда но на самом деле главное в работе кгб совсем не разведка по моим оценкам и других беглецов моего типа лишь приблизительно 15 процентов от всего времени денег и человеческих ресурсов идет на шпионаж как таковой другие 85 это медленный процесс который мы называем идеологическая подрывная деятельность или активные мероприятия языком кгб или психологическая война что в основном означает смену восприятия реальности каждого американца до такой меры чтобы несмотря на большое количество информации никто не мог сделать разумных выводов для защиты себя своей семьи своего общества и своей страны это грандиозный процесс промывания мозгов который происходит очень медленно меня интересует что вы можете рассказать про предметы которые вы изучали в красно-знаменном институте потому что она все-таки психологическая подготовка психологическая война требует психологических знаний потому что если вы не обладаете не понимаете как работает там человеческое сознание что такое эмоции как их там пробудить как на них надавить то не получится никакой психологической войны я вот например знаю что в советском союзе при брежневе при сталине психологии вообще запрещали в советском союзе не существовало психологов как таковых но для чего это не существовало с моей точки зрения для того чтобы управлять очень качественно людьми и как я слышу меня это очень сильно удивляет в в спецслужбах уделяли внимание психологии разработали психологическую войну вот расскажите пожалуйста по поводу предметов что вы учили какие предметы интересные запомнились ну поскольку мы заговорили о психологии вот мы с нее и начнем то есть психология в кгб была у нас в краснодаром институте были психологи но прежде всего эти психологи занимались нами то есть это люди были которые которые исследовали нас как кандидатов сначала для поступления в высшее учебное заведение кгб затем как слушателей этих учебных заведений и затем были психологи в научно-исследовательском институте в неирты разведывательных проблем тасс но там тоже был отдел психологии значит у нас если во всем советском союзе может быть их там было мало то кгб как раз их было много у психологии уделялось очень большое значение в кгб потому человек который готовился к тому чтобы быть принятым в ряды кгб проходил психологические тесты очень серьезные большие то есть там вот мы допустим надо было психологический тест ответы на вопросы да вы выбрать там выбрать из нескольких из нескольких вопросов ответы вопросов было 300 штук и вам нужно было за 60 минут за час ответить на 300 вопросов то есть у вас времени на размышление не было никакого то есть там на вы посчитаете до 300 300 вопросов за 60 минут это значит минуту надо было отвечать на 5 вопросов то есть грубо говоря там я не знаю вопрос 20 секунд вопрос 20 секунд и все если вы выпадали из этого ритма то вы не сдавали этот тест не вы не могли и то есть врать в таком смысле тяжело довольно было потому что он хитрый тест потому что он задавал вам либо повторно один и тот же вопрос и странно было бы если вы по-разному отвечали каждый раз либо изми в измененном виде но на тот же самый вопрос то есть он был очень хитрым тестом его пройти в общем человеку который хотел бы скрыть какие-то свои недостатки довольно было тяжело с одной стороны с другой стороны я как кандидат в на работу в нелегальную разведку проходил еще тест на полиграфии значит опять же тоже психологические приходил психологический тест этот тест не не то что вот вас вам задавали вопросы по в кино вас сажают на полиграф вам начинают задавать вопросы ты там вот расскажи о своей там я не знаю там учебе работаешь на иностранные государства и так далее на самом деле тест был менее оперативным и более психологическим то есть там бог и их больше интересовали интересовала структура личности и скажем так отклонение возможные отклонения девиации в структуре личности и в этом смысле конечно это был тоже очень серьезный проверку на полиграфе проходили не все а проходили только те кто либо готовились нелегалы либо иногда на ней проходили люди которые готовились на руководящую работу ведь надо было убедиться что у них тоже все нормально или проходили допрос на полиграфии люди которых подозревали в каком-то предательстве или в двурушечестве или в нарушении каких-то норм кстати ярослав очень интересно с вами разговаривать по поводу психологии потому что у вас большой интерес к этому делу который явно виден по фотографиям людей за вашего за вашей спиной великие психологи и великие психотерапевты они все все на нас смотрят и все нас сейчас снимать очень слушают ночья психологии тоже очень люблю это был мой один из самых любимых предметов и у меня даже было был анекдот с этим делом связаны потому что когда мы выезжали на сборы в ввд в дивизию вдв в тулу где должны были прыгать с парашютом с нами выезжал психолог аркадий как ты его звали а к диван что ли как константин что-то в этом роде аркадий точно вот молодой парень и он значит с нами везде ходил потому что вот допустим когда мы выезжали на эти военные сборы мы должны должны были прыгать с парашютом это было испытание это был психологический тест прыгнешь я не прыгнешь испугающие не испугаешься какие-то люди регулярно там я не знаю вот на допустим там курс 80 человек на 80 человек один или два человека отказывались прыгать не могли перешагнуть через свою бояль через свой страх и естественно отчислялись немедленно а все остальные со всеми остальными проводилась работа то есть вот психолог нас наблюдал как мы там бегали прыгали из автомата калашникова стреляли и так далее и после этих сборов мы заполняли еще один психологический тест где вопросы были а нас о каждом конкретно и о группе вокруг нас то есть о том учебном отделении 20 человек и о курсе 8 человек на котором мы учились и когда мы вернулись в челобитево после этих сборов 87 84 году сентябре конце сентября меня значит вдруг вызывает это наша каша психолог и для индивидуальной беседы я так удивился потому что никого не не вызвал как меня выйду вот и мы начали с ним там разговаривать такие такие интересные дела то есть у нас очень интересный разговор был потому что я тоже любил все эти штуки у меня кстати вот я вам скажу я я покупал всю психологическую психиатрическую литературу советского союза меня были все учебники по судебной психиатрии там по психиатрии по психологии я не знаю там кого на учебнике все и то есть все это я читал запоем без большим с большим удовольствием вот и он не сказал я вас вызвал жаков потому что первый раз я вижу ответ такой в отношении вас потому что вот 80 человек ответили на один тот же вопрос и был был задан вопрос а у кого там самое лучшее чувство юмора и 80 человек ответили у жакова и он говорит это первый раз когда я вижу что вот 8 человек все вместе ответили одинаково на один тот же вопрос потому что всегда там но в лучшем случае там 60 да и там в лучшем случае там 50 ну вот так чтобы 80 включая меня кстати потому что вопрос задавался там был вопрос такой какие у вас хорошие качества какие у вас плохие отрицательные качества и хорошее качество я я там написал в общем у меня я считаю что у меня есть чувство юмора вот таким образом я тоже ответил на этот вопрос вот и это как бы его заинтересовал на самом деле я знаю что это было то совсем по другой причине потому что в отличие от моих однокашников которые жили двойной жизнью то есть они жили обычной гражданской там рассказывали всем сказки о том что они где-то там служат в армии или работает таких гражданских учреждениях и учились в каи второй жизни жили секретный а я жил тройной жизнь секретный потому что одновременно у меня шла подготовка в нелегали в нелегалы и у меня был контакт с нелегальной со службой нелегальной разведки о которой я не должен был даже говорить ничего в каи и я так думаю что он на самом деле работал в том числе и на службу нелегальную на управление с на 3 отдел и в этом смысле он со мной проводил беседу скорее всего потому что никого другого он не вызвал на эту беседу вот это значит вот предмет психологии но психология у нас была немножко специфическая я бы не стало так что вот у нас было особое особое внимание какой-то уделялась бы психологической войне нет я думаю что вот этим занимаются те люди которые попадают уже подразделение вот была такая служба а активных мероприятий вот там люди занимались и когда люди туда попадают то им дают читать какие-то другие учебники они возможно даже проходят какой-то дополнительный курс психологический для того чтобы использовать уже в конкретной работе когда вас готовят на общем уровне в корее вам такие знания не дают потому что они вам не нужны то есть есть обзорная лекция да там о психологической войне которая в принципе обзор на придается и обозначается какие-то моменты что как бы у учитывает также такую вещь да то есть мы создаем там радиостанции мы создаем издания мы создаем во время войны мы можем там подкупать население заваливать его листовками там я не знаю всякие всякие такие такие варианты но эта лекция обзорная а для нас экология имела значение другое совсем ведь мы разведчики а разведчик является никуда сам не лезет в отличие вот от фильмов и от кино мы не являемся джеймсами бондами мы не перелезаем через забор елисейского дворца или белого дома или там я не знаю там канцелярии бонни которая тогда была до федеративной республики германии чтобы там прокрасться ночью в какой-то кабинет и из сейфа там украсть какой-то документ вот этим мы развить свою разведка не занимается этим занимается наша агентура да то есть вот мы вербуем агентуру у которой есть доступ секретным документам но когда мы вербуем агентуру то мы начинаем работать с этими людьми и вот с этими людьми работа это очень огромная психологическая нагрузка то есть надо знать человеческую натуру надо знать на чем людей можно завербовать на чем людей можно заинтересовать чтобы они работали на нас как людей нужно мобилизовывать на эту работу как людей нужно поддерживать потому что со многими мы проходим довольно длительные периоды сотрудничества с не с некоторыми там это длится десятилетиями да в том числе со смены опер работника то есть агент передается от одного опер работников другому и в этом случае нужно обязательно знать принципы психологии то есть нужно уметь работать с человеком уметь им руководить потому что человека может возникнуть сомнения он может нам подумать что не стоит ему работать его значит мы должны как бы уметь его мобилизовать уметь его сопроводить в нужном нам направлении и и тому подобное вербовщики это вообще особая категория то есть не каждый работник может работать вербовщиком не каждый может выйти на вербовочную беседу вот на ту самую беседу в результате которой мы получаем согласие человека письменная или устная о секретном сотрудничестве и здесь тоже это специальная специальная подготовка нужно и довольно часто к этой вот на эту вербовочную беседу посылается офицер опер работник вербовщик это волкодавы да вот есть в спецслужбе люди у которых очень сильный характер с одной стороны и у них очень сильная положительная аура то есть они могут любого человека сделать своим своим агентом вот и это не у каждого человека это талант это то есть вам могут рассказать как это делается но вот точно так же как в спорте вам могут показать и рассказать и вы будете просто там на лыжах кататься как путин плохо но вы никогда не станете олимпическим чемпионом а вот вербовщие вербовщики это мастера спорта да то есть это вот олимпийские чемпионы и конечно таких людей там на пересчет вот и для этого тоже нужно специфическая психологическая подготовка потому что конечно провести беседу в результате которой человек согласится придать свою родину свою свое министерство свою спецслужбу и согласиться работать на иностранное государство то есть совершит преступление это очень серьезная работа психологической ее не ему не может сделать не каждый но каждый опыт работник каждого ты работника учит как подводить людей к этому как изучать мы занимаемся также психология позволяет нам изучать кандидатов на вербовку изучать наши связи изучать их возможности но в том числе их черты характера сильные слабые стороны возможность привлечения к сотрудничеству возможность их работы проведения работы в секретном режиме соблюдения мер конспирации безопасности потому что хранить секрет это кстати очень тяжелая психологическая вещь для человека пожалуй это страшнее тяжелее всего то есть вот для человека страшнее всего неизвестность когда он не знает что с ним произойдет да как этот какой-то момент и секрет вот это я не знаю согласитесь за мной не согласитесь но вот мой опыт говорит что что вот это самые две очень сложные вещи потому что когда человеку говорит ну достаточно вот с ребенком вы можете привести там люди которые нас слушают они могут сделать легкий эксперимент вот возьмите там своего ребенка внука какого-нибудь и скажите ему ты вот должен сохранить секрет и все и он сломается там через несколько часов или через день он не выдержит она расскажет там бабушки маме и папе еще кому-то ребенок не выдержит возможности держать что-то в секрете вот значит это вот что касается психологии дальше конечно у нас были специальные дисциплины у нас было несколько кафедр специальных дисциплин и специальные дисциплины по специализации то есть у нас была первая кафедра это разведка 2 кафедра это контрразведка а в разведке есть внешняя контрразведка то есть мы с одной стороны разведка это получение секретов а внешняя контрразведка это подготовка к тому как против тебя будет бороться контрразведка противника с одной стороны и с другой стороны проникновения в контрразведку противника вот но дальше там специализации есть Дальше, вот учебники, кстати, которые вы назвали в Медузе, там есть учебники, то есть там есть, допустим, учебник «Политическая разведка», там был учебник «Научно-техническая разведка», был учебник «Нелегальная разведка», то есть по всем линиям, которые существовали в регионе, по всем линиям, которые мы называли, линии – это что такое? Это направление работы, да, соответственно, по каждой из линий существовал в любой дезинтуре за границей, существовал заместитель резидента по линии «ПР» – «Политическая разведка», заместитель резидента по линии «Н» – «Нелегальная разведка», заместитель резидента по линии «Х» – «Научно-техническая разведка», заместитель резидента по внешней контрразведке «К» и так далее. И, соответственно, у нас все эти были специальные дисциплины по каждому из этих направлений. Плюс специальная дисциплина была история, на первом курсе нам сначала рассказали историю создания органов госбезопасности, история органов госбезопасности. Потом у нас была специальная дисциплина, естественно, страноведческая, то есть в зависимости от того, в какую страну или в какой континент, или с каким языком вы работаете, у вас была специализация, потом страноведческая, и еще куча всего мы, наверное, не сможем все назвать. Тем более, что в каждой из этих дисциплин, естественно, имелись отдельные подразделы, то есть, допустим, политическая разведка – это общий учебник, а вот, допустим, вербовка агентуры – это один учебник, связь с агентурой – другой учебник. Вот там один из учебников – это связь с агентурой. Потом еще какие-то… То есть, на самом деле, вы понимаете, там три года – это же много, большое время, и много материалов и много учебников вы изучите, прежде чем вы выйдете из стен этого института. Скажите, пожалуйста, а у вас практические занятия были? Потому что то, что я там прочитывал учебники, они там носят иногда декларативный характер. Например, там дезинформация должна проводиться там похожей на правду. Ну, это декларативно. То есть, там не говорится, например, что там поменять какие-то слова, то есть, инструкции никаких нет. Может, эти были инструкции на словах, они не написаны в бумаге, чтобы там, как позже узнали, потому что бумага вытекла, просочилась в масс-медиа, ее опубликовали, и стало доступно всем. Может, какие-то были инструкции индивидуальных характера, практические занятия. Знаете, когда, например, я там в одном из фильма видел такой пример, когда тренируют вора, ему там колокольчики навешивают, и он там должен, вернее, вор должен жертву прощупать, а у этой жертвы там колокольчики висят, и он там руками там щупает их. Конечно, были там практические занятия. Значит, практические занятия какие у нас были? Первое практическое занятие – это было обнаружение, ведение, обнаружение наружного наблюдения. То есть, с одной стороны, мы учились сами ходить за человеком так, чтобы нас не видели, и с другой стороны, нас учили, как обнаруживать за собой слежку, включая практические занятия в городе. То есть, мы выезжали в Москву, и когда у нас следующее практическое занятие, то есть, вот у нас были подготовительные занятия по наружке, да, и когда были эти занятия, то за нами, например, пускали настоящую наружку. То есть, за нами ходили топтуны из 7-го управления КГБ, то есть, настоящие наружники, которые ходят за посольствами, за иностранцами, за диссидентами. То есть, они знают Москву как свои пять пальцев, и они вот реально за нами ходили. И потом у нас было практическое занятие, которое называлось «Вилла». Значит, есть такой объект рядом с метро «Речной вокзал» на Смольной улице, куда время от времени нас вывозили на неделю, на несколько дней, и где мы проживали во время этой недели. И это было практическое занятие, которое имитировало нашу работу в резидентуре. То есть, вот как будто бы вы находитесь в резидентуре за границей, в посольстве, то есть, вот есть это здание, значит, в нем есть какие-то помещения закрытые, то есть, которые являются резидентурой и референтурой. И с позиции этой виллы мы выходили на практические занятия в городе, то есть, встречались с агентурой. Перед каждой встречей с агентурой мы проходили контрольные маршруты. Контрольные маршруты – это 2-3 часа по городу, во время которого мотивировано и незаметно для нарушки мы должны были обнаружить, есть за нами наблюдение или нет. Если за нами наблюдения не было, то мы выходим дальше на связь с агентом. Если было, то мы обозначаем, что мы его обнаружили или фиксируем, потому что, в общем, конечно, это была игра все-таки, да, оперативная игра. И дальше проводили встречу с агентом, как будто бы мы ее проводили уже по запасному варианту. Опять же, с агентами у нас были частные преподаватели, бывшие сотрудники КГБ или бывшие сотрудники первоглавка, разведчики. Все старички, они, конечно, на пенсии были, да, но им платили какие-то деньги за эти частные уроки. И они с каждым из нас ввели индивидуальную беседу, то есть вот беседа по получению информации. Когда мы приглашали человека в кафе, с ним беседовали 2-3 часа, во время этой беседы он рассказывал нам какую-то заранее оговоренную для него тему, то есть, грубо говоря, нам рассказывал о подготовлении какой-то важной международной акции, то есть давал нам информацию, а мы потом по памяти должны были ее записать, то есть не только провести с ним беседу, но еще, к тому же, у нас был еще предмет, анализ и составление информации. Анализ и обработка информации, потому что, напомню, разведка – это не стрельба, разведка – это не беготня по крышам и не гонки на автомобилях совсем даже, и разведка – это не спать с красивыми женщинами, разведка – это информация, 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 информация. И разведка – это очень скучное мероприятие, на самом деле, это очень скучная работа. То есть она ничем не отличается от работы журналиста, который проводит секретное расследование. Вот и все. Просто у разведчика нет журналистской этики, то есть он может свое расследование вести любыми запрещенными способами, а журналист не может. То есть если журналист там украдет документ, то издание может его не опубликовать, потому что документ украден. Или если он там подслушивает какие-то беседы, то ему могут сказать, а вы получили с нарушением закона это дело, потому что нельзя подслушивать. А разведку эти теоретические нормы не волнуют. Но разведка – это прежде всего получение информации и обработка информации, и докладывание информации, то есть информирование руководящих органов в твоей стране, а в наше время Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза и Политбюро, о внешних угрозах. Вот для чего нужна разведка. И поэтому у нас была специальная дисциплина, по-моему, пятая кафедра – это анализ и обработка информации. И еще какие практические занятия у нас были в городе. Практическое занятие у нас было также закладка тайников, тайниковые операции, операции по связи с агентурой. То есть мы сами изготавливали контейнеры для тайников в виде булыжников, в виде ветки, в виде еще каких-то дел, которые мы видим по кинофильмам. Вот такая же штука. У нас были практические занятия по фотографии, у нас были практические занятия по оперативной технике. Яды нам не преподавали, этого не было абсолютно. Убивать нас не учили. У нас были практические занятия по самообороне. Да, у нас был инструктор по рукопашному бою, причем очень известный человек, который занимался каратэ, какой-то чемпион. Каратэ тогда было запрещено, но тем не менее были специалисты по каратэ в Советском Союзе. И вот один из них был нашим инструктором по рукопашному бою для того, чтобы разведчика нельзя было испугать. То есть, нас учили каким-то очень поверхностным приемам, которые, скорее всего, нам не пригодятся никогда в жизни, но они нам дадут ощущение, что мы сможем противостоять даже физическому какому-то насилию со стороны нехороших людей, которые находятся по другую сторону наших баррикад. И у нас, значит, в разделе технической у нас были, например, коды, шифрование, радиосвязь и использование, изготовление микроточек, фотография, и использование химической копирки. То есть, вот есть у нас такая замечательная вещь, когда вам дают лист бумаги, который обработан специальным препаратом химическим, вы его накладываете на чистый лист бумаги, пишете какой-то текст, потом обрабатываете этот листок, чтобы не оставалось никаких следов того написанного. Поверх этого текста вы пишете обычный текст прикрытия и отправляете это письмом или там, я не на открыткой почтовой. И этот текст можно проявить химическим проявителем, который индивидуален для каждого разведчика. И который подобрать практически невозможно. Это как вот расшифровать, не очень сложно расшифровать сложный шифр, то есть вот точно так же химическую формулу подобрать, которая будет проявлять именно ваш этот текст. То есть мы все помним там по школе, там я не знаю, там по детскому саду, когда мы писали молоком, когда мы писали там, я не знаю, там лимонным соком, и потом если это прогладить утюгом или там на солнце погреть, то проступают буквы написанного текста. Вот это, конечно, старые-старые-старые способы, которые, кстати, во время... Есть старые способы, которые работают до сих пор. То есть мы представимся себе, вот есть там ядерный конфликт какой-то, то мы понимаем, что электрической сети не будет. То есть если будет настоящая война, то не будет никакой электрической сети, не будет никаких компьютеров, не будет ничего у населения. То есть они останутся на генераторах, где-то там на КП, я не знаю, там у руководства, но у населения, у разведки, у разведчиков в поле никаких компьютеров не будет, ничего. И вас учат дедовским методом, именно поэтому вас учат дедовским методом в том числе осуществления связи, потому что во время войны вполне возможно, что вы будете заниматься такой же елудой, которой занимались во время Второй мировой войны, там клапки голубя какую-нибудь там эту самую бумажку приклеивать и его там пускать, таким образом устанавливать связь и прочие всякие дела. Или там через объявление в газете в какой-нибудь, то есть понятно, что конечно это все смешно в нынешней ситуации, при интернете, при социальных сетях, при том, когда миллиардами гигабайт обменивается весь мир и в этом миллиарде можно утопить все что угодно, и все легко делается, там можно за 5 секунд отправить любое сообщение из любой части мира. Но не забудьте, что есть страны, в которых никакого интернета нет, никаких мобильных телефонов нет, там в горах в Афганистане моджахеды, кстати, поэтому они, Афганистан никогда не завоевывали ни одна супердержава, включая там Соединенные Штаты Америки и Советский Союз, потому что просто они там и шаки какие-то, и горы, и все. И там даже ни танки нельзя использовать, ни технику нельзя использовать, никаких электронных средств там нельзя использовать, потому что там вы поставите там допустим пост прослушивания эфира, а там никакого эфира нет, они, я не знаю, там до сих пор посылают просто гонца, и этот гонец нам передает устно какое-то сообщение, вот и все. И что вы там будете слушать? И если вы не умеете ловить этих гонцов и не умеете отслеживать дедовскими способами лазутчиков, то ничего вы там не сделаете. И история доказала, что Афганистан никакой, как называется, никакими приемами техники его нельзя взять. И, кстати, Путин проиграл точно так же Чеченскую войну, ведь в России точно так же такие же моджахеды бегали по нашему Кавказу, и там Путин все время говорил, что там их осталось там 2000, и мы через месяц их всех замочим в Сартире. Никого он не замочил в Сартире, их там в течение нескольких лет постоянно было все те же самые 2000, которые не могли почему-то поймать, и в итоге оказался там халифат в Чечне, которому Москва и весь российский бюджет каждый год выплачивает дань в размере одного миллиарда долларов. И в халифате в этом халиф, которого зовут Кадыров, и установил там исламские законы шариата, и все, и Москва проиграла Чеченскую войну, точно так же, как СССР проиграл Афганскую войну, и США проиграли Афганскую войну.